На конкурс дети читают стихи. Здравствуйте, нас зовут Кровец Виктория и Зайсу Аксения. Мы учим в пятом классе в городе Пионерском. Нам 11 лет. Мы решили рассказать пасню Ивана Андреевича Крылова «Кошка из соловей», потому что она очень актуальна в наше время и учит, не доверяясь ситрым людям. Поймала кошка соловья, бедняжку когти запустила и ласково ужимая говорила «Соловушка, душа моя, я слышу, как тебя везде за песни славят и слушаю певцами ряду ставят. Мне говорит леса кума, что голос у тебя так свонок и чудесен, что от твоих прелестных песен те пастухи и пастушки без ума». «Хотела б позже я сама тебя послушать, не тропишись, а так, не будь, мой друг, упрямый, не бойся, не хочу совсем тебя я кушать. Лишь спой мне что-нибудь, тебе я волю дам и отпущу гулять по рощам и лесам. В любви я к музыке тебе не уступаю, лишь про себя, лишь часто про себя в ночи засыпаю». Между тем мы бедный соловей едва едва дышал как-то делали. «Ну что же», — продолжает кошка, — «пропой, дружок, хотя немножко, но наш певец не пел, а только что пищал». «Пока этим-то лесам освещал, — он смешкой одна спросил, — где же ты чистота и сила?» «Ой, все они без умолку твердят, мне скучен песк такой и от моих котят». «Нет, вижу, в пенье ты вовсе не искусен, все без начала, без конца. Посмотрим, на зубах каков ты будешь кусать, и съела бедного певца до крошки. Сказать ей, но уж горько с ней мысли мою, худые песни соловьев, котят и кошки». «Бедного певца до крошки». «Бедного певца до крошки».